Было еще очень рано, и по меркам Порт-Брауна улицы были пустынны. По тротуару пробежал тощий пес и остановился, чтобы обнюхать скомканную обертку от рати. Мимо входа в больницу проехала одинокая машина. Виржини направилась в сторону рынка, купит к завтраку ананас. Без сомнения, ее хозяйка Миссис Ли приготовит из вчерашних остатков один из своих острых салатов раджак, которыми закармливает ее почти каждый день. «Вкуснятина, но сколько чили!» Джейку наверняка понравится. Она свернула за угол, чтобы срезать путь через верфь по гравийной дорожке, идущей между транспортными контейнерами и старыми складами. Чуть впереди мужчина, прислонившись к одному из контейнеров, курил ве и посмотрел на нее. Он был высокий и очень тощий, пугал в футболке и трениках. Одна нога согнута, кроссовок упирается в ребристую стенку контейнера. Виржини прошла мимо. Пар, который окутал ее, был приторно сладким. Синтетические яблоки. Она услышала, как он оттолкнулся от контейнера и двинулся следом за ней. Ткань тренировочных штанов шуршала при каждом шаге, под ногами хрустел гравий. Виржини стиснула ремешок сумочки. Сердце учащенно забилось. Она попыталась урезонить себя. Человек просто идет в том же направлении, вот и все. Ему тоже нужно на рынок. А может, это грузчик? Она прикинула, не пойти ли чуть быстрее. Не настолько, чтобы это показалось оскорбительным, а только чтобы немного оторваться от него. Нет, лучше замедлить шаг. Под каким-нибудь предлогом остановиться. Например, завязать шнурок, чтобы он ее обогнал и оказался на виду. Боже, у нее нет шнурков. Чертовы шлепанцы. Она прибавила шагу, и слишком большой шлепанец зацепился за гравий. «Эй, ты!» Крикнули сзади. «Эй, дамочка!» Черт. Теперь она привлекла к себе внимание. Наверняка накрутила себя на пустом месте. Наверняка он просто хочет познакомиться, подкатить к ней. Избавляясь шага, она бросила взгляд через плечо, как бы говоря, «Это вы мне?» Он продолжал идти, держась в тени контейнеров. Лица его она не разглядела. «Дамочка!» Снова крикнул он. Виржини была почти у последнего штабеля контейнеров. Впереди уже виднелась верфь. Вокруг не души. Шлепанцы все цеплялись за гравий. Может, скинуть их? Босиком есть шанс убежать. Слишком поздно. Он догнал ее, схватил за плечо и рывком развернул к себе. Сумочка упала на гравий. «Это все, что ему нужно?» «Ее сумка?» Она врезалась спиной в контейнер, ожидая увидеть, как он схватит сумку и убежит через верфь. Но мужчина остался стоять лицом к ней на расстоянии вытянутой руки. Брови сведены. «Где он?» «Кто?» Он снова толкнул ее, и Виржини ударилась затылком о металлический контейнер. «Твой друг с большим кораблем». «Кого он имеет в виду? Тэнку?» «Я... я не знаю. На борту Патусана?» «Не морской капитан!» Он шагнул совсем вплотную и притиснул ее к контейнеру. На шее толстая золотая цепь, в ушах посверкивают какие-то камешки, неужели бриллианты? «Мужик с парусной лодкой из Южной Америки». Прежде чем она успела что-то сказать, он за плечи притянул ее к себе и еще раз ударил о контейнер. Раздался грохот. Пустой, наверное. На этот раз она успела пригнуть голову, но грубый металл впился в лопатку сквозь тонкую блузку. «Я вижу тебя с ним в ресторане. С другим англичанином, с черной. Я потом вижу ее. Она говорит мне, что он придет сюда, но я его не вижу. Где этот оранг-путих? Где его корабль?» Дышать было трудно. «Полиция!» — начала она. «Полиция!» Он отпустил ее, Вержини пошатнулась, но устояла. Провела ладонью по саднищему затылку. «Полиция арестовала его, но я не знаю, где он или где его яхта. Крови на ладони не было. Нам пришлось ее бросить». Нападавший быстро повернул голову к верфи, сверкнув серьгами. В их сторону кто-то шел. Он перенес вес на одну ногу, как кикбоксер, и Вержини представилась, как он сейчас ударит ее ногой. Она сжалась в ожидании удара. Но его, должно быть, спугнул приближающийся человек, потому что он развернулся и прыгнул на мотоцикл, которого она до этого не видела. Мотоцикл был спрятан между контейнерами. Взметнулся гравий, и человек исчез. Вержини согнулась пополам, упершись ладонями в колени и попыталась отдышаться. Все нормально. Все в порядке. Ему нужен Витера, а не она. Она цела и невредима. Отделалась небольшой шишкой на голове и порванной блузкой. Через несколько секунд ей удалось выпрямиться. Она подобрала сумочку, всю в песке и пыли, отряхнула и повесила на плечо. Рынок отменяется. Нужно вернуться в гостевой дом, принять душ, смыть с себя прикосновения этого типа. Дом миссис Ли находился в другом направлении, на оживленной улице за складами. На подрагивающих ногах Вержини двинулась вперед. Навстречу ей кто-то шел. Человек в белом, в военно-морская форма. Тенку! Вержини приободрилась. Ускорила шаг, миновала заросший сорняками участок, темный провал в стене складского здания. Из провала высунулась рука и зажала ей рот. Последнее, что она увидела, прежде чем ее затащили в темноту, был бегущий Тенку. Вержини. Я добежал до склада, куда ее втащили всего за несколько секунд, но дверь уже слязгом захлопнулась. Это была тяжелая противопожарная дверь, сдвинуть ее с места невозможно. Следовало позвонить в полицию, но это, разумеется, бессмысленно, учитывая коррумпированность начальника. Да и пытаться привлечь людей из ВМФ пустая трата времени. Такие случаи вне юрисдикции военно-морских сил. Рассчитывать можно было только на себя. Я обошел здание в поисках другого входа. Каждое окно с фасадой в переулке было забрано решетками на навесных замках, как и задняя дверь. Самым доступным местом выглядела погрузочная площадка со стороны фасада. Никакой решетки, только навесной замок. Но требовалось что-то вроде лома. Я огляделся. Обрывки цепей, мешки из-под риса. Ничего полезного. Я кинулся обратно в переулок. Склад был высотой с трехэтажный жилой дом. С торца находился пожарный выход, закрытый строительными лесами, с опускающейся лестницей на уровне второго этажа. Она была выдвинута не полностью. Разбежавшись, я подпрыгнул и ухватился за перекладину. Вот уже во второй раз за последние несколько дней я порадовался, что мое смешанное происхождение одарило меня таким ростом. Но лестница не подалась, и я повис. Насколько я помнил, здание это простаивало без дела не меньше трех лет, а на соленом воздухе металл быстро ржавеет. Я начал раскачиваться, прекрасно сознавая, что гимнаст из меня никакой, и я не сумею забросить свое тело на перекладину. От раскачивания посыпались хлопья ржавчины. Лестница со скрежетом поползла вниз. Я разжал руки лишь после того, как она выдвинулась на всю длину. Когда я взобрался на площадку на уровне второго этажа, руки у меня все еще подрагивали от напряжения. Только тут я осознал, насколько безрассудно веду себя. Ржавое железо у меня под ногами могло провалиться в любой момент. Тот еще из меня герой. К счастью, решетка выдержала. На площадку выходили два окна. Как и нижние, они были зарешечены и заперты, стекла слишком грязные и мутные, чтобы что-то разглядеть. Зато в углу обнаружилась полноценная лестница, ведущая на следующий этаж. И я как можно тише взобрался по ней и оказался на самом верхнем уровне. Расклад тот же. Два боковых окна оба заперты. Внутрь не попасть. Но стекло отсутствовало. Я надавил на оконную решетку. В нос ударил запах старой смазки. Внутри открывался головокружительный обрыв. До замусоренного бетона внизу. С потолка свисали цепи с крюками. На полу валялись пустые поддоны и каркас из гнивших ящиков. У стены стоял бочонок. С этого ракурса я не видел склад целиком, но слышал голоса. Хотя они почти заглушались моим тяжелым дыханием. Я заставил себя выровнять дыхание. Внизу возникло движение. Что-то мелькнуло. Кого-то вытолкнули в самый центр. Вержини. Я вжал лицо в решетку. Вержини поскользнулась на чем-то на вроде куска фанеры, чуть не потеряв равновесие, попятилась, выставив руки. В поле зрения появился человек. Мужчина высокий, белый. Мне не требовалось знать его, чтобы понять. Это Виттер. И гадать, как ему удалось освободиться из-под стражи, тоже нужды не было. От отчаяния мне захотелось разбить лоб от чертову железную решетку. Я был бесполезен. Как был бесполезен и для Марии, работая сверхурочно на своем безопасном корабле за тысячу миль от нее, когда она нуждалась во мне больше всего. Внизу Виттер заговорил. Теперь я слышал отчетливо. Ты же знаешь, я не хочу причинять тебе боль. Мне так не показалось. В руке у него был обрезок трубы. Мне просто нужно знать, что тебе рассказала обо мне Тереза, и найти ее. Где она? Я не знаю. Не знаешь, где она, или не знаешь, что она рассказала. Он продолжал наступать на нее. Ни того, ни другого. Ну нет, думаю, что-то она тебе все же рассказала. Что? Ничего. Он зло рассмеялся. Ничего. Думаешь, я в это поверю? Вы столько дней провели вместе и обо мне не говорили. Согласись, в такое очень трудно поверить. Скажи мне правду. Скажи мне правду. Скажи мне правду. Вimeя. Продолжение следует...